Всем привет! Это проект Другая Кухня и с вами я Александр. Друзья, я с детства обожаю черешню. Вспоминаю крыши гаражей и там она самая зрелая, самая спелая и самая крупная. И ее достать можешь только ты. Сегодня у нас рецепт пирожки с черешенкой. Рецепт для меня новый, посмотрим, что получится, так что поддержите лайками. Если все будет отлично, делитесь этим рецептом в соцсетях. Для нас это огромная поддержка. А мы приступим! Приготовление нашего рецепта начнем с теста. Для этого нам понадобится 450 грамм муки, 100 грамм сливочного масла, мягкое, 80 миллилитров растительного масла, 50 миллилитров молока и 130 миллилитров кефира. Все у меня теплое. Три яйца, сахар 100 грамм, соль щепотка и чайная ложка быстрых дрожжей. В молоко добавляем столовую ложку сахара, все дрожжи и чуть-чуть муки. Минут на 10 убираем в сторонку, желательно в теплое место, это будет у нас быстрая пара. Оставшийся сахар вместе с яйцами взобьем миксером. Вот так взбили яйца. Теперь, друзья, щепоточка соли, растительное масло, кефир. И вот так вот подошла наша опара, смотрите, видели, какая шапочка. Все соединяем, частями вводим муку и мягкое, можно даже растопленное сливочное масло. Так, все, выгреб. Замешиваем тесто, еще чуть-чуть добавлю. Ух ты, какая смесь получится! Ну вот, друзья, по пропорциям этого рецепта тесто получается совсем жидким. Поэтому, ну где-то закралась ошибка, добавляю 100 грамм муки сейчас, продолжаю замешивать и после замеса скажу, сколько вообще муки уйдет. Вот теперь тесто меня устраивает. Добавил 130 грамм муки, вот такое получается. Ух, хорошее, хорошее тесто получается. Сейчас хорошо все-таки вымешу, еще минутки три, и убираем в холодильник часа на два. Вот так тесто простояло два часа в холодильнике, вот такое получилось. Мне кажется, очень. Ух ты, прям шепчет что-то. И знаете что, друзья, было много черешни на начинку. Вот все, что осталось, переберу остатки сам и продолжим. Достаем тесто и делим его. Отличное, ну шикарное тесто получилось, ребята. Добавили муки, совсем по-другому все стало. Берем половину теста и делим на небольшие вот такие шарики. Я их прям взвешу и сделаю одинаковые, грамм по 50. И теперь берем заготовочку. Можно раскатать, а можно вот так вот руками растянуть. Тесто податливое, хорошо им работать. Вот такая заготовочка, ровненькая, красивая. И ягодок 6, наверное, 7, смотрите по крупности вашей, добавляем. Сахар в начинку добавлять не буду, потому что вот эта черешня у нас вообще волшебная. Она такая сладкая, это нереально. Ну и тесто, вы видели, мы сахар тоже добавили, тесто вкусное и сладкое. Я чипнул, попробовал. Хорошо прищипываем, прям не жалея, как говорится, чтобы... Черешня дает много сока, чтобы сок у нас никуда не убежал. Прищипнули, раз краешек подтянули, второй подтянули, еще зафиксировали. И вот такой пирожок у нас получается. Ну красота! Духовку разогрел на 220 градусов. Сейчас вот так вот сболтаю яйцо, Смажу пирожки, чтобы были румяные. Все бачка им зацепим. Вот так. Отправляем и выпекаем до готовности. До румяного аппетитного цвета. 15 минут в духовке и вот такие вот золотые пирожочки получились. Вы только посмотрите, пахнут они нереально. Вообще на весь район. Мне кажется, даже соседи в окна бьются. Сейчас дам остыть, ну чтобы вам разломить и показать, что там внутри. Пару минут. Друзья, все уже попробовали по пирожочку и я тоже. Тесто очень мягкое. Видели какие? Вообще тесто действительно вот прям добавили мучицы и получилось сверхъестественно. Начинки, по мне, ну сладкоежка. Я все-таки, наверное, добавил бы сахара к черешне, чтобы вообще прям вот так взрыв был. Но очень вкусно, очень вот так нежно и по-домашнему аппетитно. Вот, видели? Мягкий и сок остался. Прям вообще весь сок очень хорошо залепили, шикарно получилось. Рад был с вами поделиться. Опробовали рецепт, он достойный. Поэтому рекомендую. Насыпайте в начинку чуть-чуть побольше сахара и красота. Все. Всего доброго. Пока. Подписка, лайк. Крепко вас обнимаю. До скорого.